Возможности, которые существуют для активизации торгово-экономических связей между нашими странами и обсудить некоторые инвестиционные возможности. Я хочу сказать, что год назад в Армении произошли политические изменения и в итоге этих политических изменений я могу уверить вас, что инвестиционный климат в нашей стране поменялось. Сегодня в нашей стране для инвестиций не существует никаких искусственных преград и мы делаем все, чтобы открыть возможности для иностранных инвестиций. Конечно же, у нашего правительства есть некоторые приоритеты и мы предпочли бы инвестиции именно в этих приоритетных секторах. В первую очередь это технологическая отрасль, потому что мы намерены сделать Армению реально технологической страной. В Армении довольно-таки хороший, развитый IT-сектор и в прошлом году, и не только в прошлом году, в течение последних семи лет наш IT-сектор выросло в пять раз. Этот темп не только продолжается, но, по-моему, еще и ускоряется. Мы еще и заинтересованы в дальнейшем развитии военно-промышленного комплекса. И еще у нас диджитализация тоже один из приоритетов. И в Армении еще мы надеемся развивать производство технологий, поэтому мы недавно создали в составе правительства Министерство производства высших технологий, который руководит господин Аршаки. У нас есть некоторые высокотехнологические продукты, которые могли бы заинтересовать вьетнамских коллег. Это, в частности, касается учебных и инженерных лабораторий, которые сейчас из Армении экспортируются во многие страны. Вчера наши министры договорились, что они будут обсуждать конкретные проекты и как можно сотрудничать в технологической отрасли. В нашей стране довольно-таки развитая в сфере сельского хозяйства перерабатывающая промышленность. Я знаю, что в Вьетнаме тоже есть довольно-таки развитая перерабатывающая индустрия в сфере сельского хозяйства. И в этой сфере у нас есть некоторые сегменты, которые совпадают друг с другом, но есть еще и очень много разниц. И можно найти кое-какие возможности сотрудничать в этой сфере тоже. И Армения, и Вьетнам являются еще и экспортерами сельскохозяйственной продукции, в частности, фруктов. Но здесь тоже, я думаю, что не будет у нас много совпадений, потому что то, что растет в Вьетнаме, не растет в Армении. И наоборот, очень много фруктов, которые растут в Армении, не растут в Вьетнаме. Тут можно поработать, чтобы создать общий рынок фруктов. Я думаю, что очень перспективная отрасль в нашей возможности сотрудничества – это туристическая отрасль. Мы сейчас обсуждаем возможность упрощения визового режима для граждан Вьетнама. Или, может быть, даже мы будем принимать решение, чтобы для граждан Вьетнама был безвизовый режим посещения Армении. Я думаю, что это откроет очень большую возможность для сотрудничества между туристическими компаниями Вьетнама и Армении. Я знаю, что туризм тоже в Вьетнаме довольно-таки хорошо развита. Я думаю, еще и можно подумать о сотрудничестве в сфере образования, потому что в Армении сейчас довольно-таки хорошее медицинское образование и техническое образование. И можно подумать о сотрудничестве в этой сфере тоже. Текстильная отрасль тоже сейчас в Армении хорошо развивается. И я в этой связи хочу уделить внимание тому факту, что у Армении есть режим свободной торговли с Грузией. И еще в рамках Евразийского экономического союза у нас режим свободной торговли сейчас уже заходит в силу с Исламской республикой Иран. Конечно, вы знаете, что Армения является членом Евразийского экономического союза. У нас есть еще и торговый режим GSP и GSP Plus с Европейским союзом, со Швейцарией и со Соединенными Штатами Америки. И я думаю, что для вьетнамского рынка были бы очень интересны алкогольные изделия, которые произведены в Армении советских времен. Армянский коньяк очень известен. Я надеюсь, что в Вьетнаме тоже знают армянский коньяк. И сейчас бурными темпами у нас в Армении развивается виноделие. К сожалению, в те времена, когда состоялись переговоры между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом о договоре о свободной торговле, в те времена Армения еще не была членом Евразийского экономического союза. Но мы надеемся в двустороннем порядке или в рамках Евразийского экономического союза достичь договоренности о преференциях экспорта из Армении во Вьетнам вин и коньячных изделий. Но даже сейчас я думаю, что в смысле качества цены армянские вины могли бы быть конкурентоспособными в вьетнамском рынке. И я вас уверяю, что армянский коньяк и армянское вино очень высококачественные. И я думаю, что их цена довольно-таки приемлема для вьетнамского рынка. Что касается текстильной отрасли, мы ставим задачу специализироваться на высокоценовом сегменте текстильных изделий. И сейчас у нас есть несколько фабрик, где выпускаются продукции известных европейских брендов и экспортируется все фактически во всем объеме в Европейский союз и Соединенные Штаты. И еще, что касается сельскохозяйственной отрасли, я хотел бы привлечь ваше внимание к двум направлениям. Один, я уже отметил, что касается пищевой промышленности, она в Армении довольно-таки развита. Я думаю, что у нас есть продукция, которая может быть интересна для вьетнамского рынка. И я думаю, что у нас в этой отрасли есть большой потенциал для вьетнамских инвестиций. Еще я хочу обратить ваше внимание к возможности производить сухофруктов высокого качества в нашей стране. Но наша главная цель сделать Армению реально промышленной страной. И наша главная цель создать индустрию, реальную индустрию в нашей стране, высокотехнологическую индустрию. И мы будем сделать конкретные шаги, чтобы как можно быстрее решить эту задачу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok